В музее Берестия сегодня не души. Одна из самых популярных брестских достопримечательностей закрыта для туристов. Вокруг археологического раскопа развернули большую стройку. Все работы требуют повышенной осторожности. Буквально в нескольких метрах древнеславянский квартал XIII века. Единственный сохранившийся в Европе. В 800 лет город скрывался по толще земли. Его обнаружили только в 1968 году. Находка стала настоящей археологической сенсацией. 42 тысячи различных предметов благодаря им ученые смогли сделать немало исторических открытий. Например, этот деревянный гребень с алфавитом — очередное доказательство, что письменность в Беларуси была широко распространена уже в XIII веке. Многие предметы впервые появились, археологи их увидели. Но один из предметов, очень уникальный, — это у нас дубовая рала. До рассылки Берестия его можно было увидеть только на средневековых гравюрах. Мы можем в нашем музее увидеть архитектуру древнеславянского восточного города. Потому что наша земля, которая имеет большую влажность, без архитектуру древесины сохранила то, что в других местах не сохраняется. Это древесина. На время ремонта раритеты хранятся в фондах. Впрочем, уже скоро они займут свои места в обновленной экспозиции. Всего в Роскопе 28 хозяйственных и жилых построек. Каждая из них находится на своем историческом месте. Фрагмент древнего города обнаружили на глубине 4 метров. Там и оставили. И у туристов была возможность рассматривать достопримечательность только с верхнего уровня. После реставрации здесь может появиться новая, более низкая смотровая площадка, с которой можно будет разглядеть все элементы древних улочек в мельчайших подробностях. В археологическом Роскопе жесткий климат-контроль. Сырость, как и слишком сухой воздух, губительны для экспонатов. За более чем три десятилетия существования музея вентиляционная система устарела. Срочный ремонт необходим и самому зданию. Археологический Роскоп, конечно же, сохранится в том виде, в котором он находится и пребывает сейчас. Но экспозиция будет совершенно новая. Разработан художественный проект новой экспозиции. Будет применено новое современное выставочное оборудование. Добавлены новые экспонаты. Ну и, я надеюсь, будут какие-то интересные мультимедийные находки. Обновленный музей примет посетителей уже через год. В планах специалистов также благоустроят территорию вокруг здания. И не исключено, что во время этих работ ученые обнаружат новые экспонаты и сделают очередные сенсационные открытия. Ведь в истории Древнего Бреста еще много белых пятен. Мария Тройнич, Игорь Хвичинин, Наши новости, Брест.